Родилась я в Нижней Салде, так сказать, в районах Балковских. Училась в пятой школе, закончила 11 лет, потом поступила в Институт народного хозяйства. СИНХ, сейчас он называется по-другому, на плановой экономической факультете по специальности экономика и социология труда. Закончив институт, это был 91-й год, это были лихие 90-е. И когда я поняла, что мне будет очень тяжело, поскольку у меня мама уже не работала, ее сократили, и папа не работал, помогать мне было негде, конечно, я приняла решение вернуться в родной город. На самом деле, потому что здесь истинно помогает. И меня взяли на НИМАШ, они оплатили расходы по моему обучению. Я сразу же меня приняли сначала в отдел технико-экономических исследований, но потом его расформировали и меня оставили в плановой экономическом отделе. В 2007 году меня назначили заместителем по финансам и экономике. Но что такое финансы и экономики? Это, в принципе, вся хозяйственная деятельность. То есть это очень много вопросов с энергетикой, потому что в металлургии энергетики это одна из составляющих себестоимости. Вместе с заводом я пережила кризис 2008 года. И вот, наверное, наступил на заводе тот момент, когда здесь все работает, все движется, поставлено. То есть мои задачи, которые я здесь перед собой поставила, они выполнены. У меня сформирован очень профессиональный, работоспособный коллектив финансового и планового отдела. То есть я, в принципе, понимаю, какие проблемы есть. Но там уже чисто технические, энергетические проблемы. У нас строится новый участок. И, в принципе, заводу сейчас что-то совершенно не угрожает. Что может поменяться в политике с приходом женщины? В ходе интервью Елена Владимировна выразила свое мнение относительно пребывания женщины у штурвала власти. Ну, мужчины сразу же сказали, мы будем меньше выражаться на наших заседаниях. Думаю, поскольку была одна женщина, ну и в силу разных обстоятельств она не могла присутствовать часто. Сейчас пять женщин. То есть это дисциплинирует, безусловно. Безусловно, будет немножко другой ракурс рассмотрения проблем. Потому что, прежде всего, женщина, она заботится о ребенке, о семье. И поэтому, если мужчины, они главнокомандующие смотрят куда-то далеко, то, наверное, будут более детально смотреть. Вот я думаю, наверное, вот это. Я на юридических сессиях уже познакомилась с кандидатом экономических наук, который занимается разработкой именно городских бюджетов, правилами планирования, как планировать. Я думаю, конечно, мы в это внесем какую-то... И да, была такая сессия, где присутствовали главы городских округов. Очень много такие серьезные люди. Она была в Нижнем Тагиле. И я скажу, ну вот я смотрю, я понимаю, о чем говорится. Но ведь у нас и депутаты, и главы городских округов это не профессионал. Почему так делается? Мне сказали, ну это вот веление времени. И вы с этим ничего не сделаете. Поэтому буду изучать однозначно, буду смотреть. Задача номер один – это освоение стопроцентное всех выделенных средств, потому что в этом тоже проблема. Вторая проблема, которую я вижу, это уже формирование бюджета 2013 года, потому что мы должны просматривать в перспективе. Конечно, надо иметь понимание где-нибудь в ближайших пяти лет, как минимум, для того, чтобы двигаться и делать что-то частями. Ну и плюс получение всевозможных источников финансирования. Вот это еще одна задача, которая стоять должна. Это и область, это и спонсоры, это все, что угодно. Я постараюсь не приступать к закону максимально, чтобы мне это не стоило, потому что я так живу. У меня и здесь на моей должности достаточно возможностей было приступить к закону. Но я поняла, насколько вот этот кайф, когда ты никому ничего не должен, твоя совесть чистая, ты спишь спокойно, и тебе не стыдно ни за один твой прожитый день. То же самое постараюсь сделать здесь. Не приступать к закону, не идти на сгор со своей совестью. Какое-то это не, скажем, красивые слова, потому что в жизни мне пришлось очень много пережить. Я поняла, что в жизни главное не деньги. Это хорошо, когда они есть, но они не дают столько удовлетворения, сколько дают какие-то успехи детей, какое-то семейное счастье. У нас маленький город, у нас много земли, воды, есть газ. У нас нет только чистоты и цветков на клумбах. У нас замечательные люди. Задача – это дороги хорошие. Вот я хожу утром пешком, замечательный воздух. Вот мне не хватает только чистой обуви для счастья. Даже дождь мне не мешает, потому что я из зонтика. И моя мечта, чтобы это не город-сад, это чистый, уютный, комфортный город, который мы, в общем-то, вся Европа в маленьких городах живет и не жалуется. Где будет спокойно и комфортно. У нас с вами уникальные два города. У нас такие уникальные предприятия, единственные в России и в мире. Мы, наверное, должны быть тоже какими-то уникальными, в том числе и солдат. Ну, а жителям Верхней Салды большой привет. Я думаю, что мы два таких города. И это, знаете, как в двух домах живут с ними родственники. Уже дети перепутались, взрослые справляют вместе праздники. Делить наши два города – это, наверное, глупо, смешно. Нам надо жить вместе. И вместе. Мне очень нравится синергетивный эффект понятия, когда вместе ты добиваешься больше, чем каждый в отдельности. И вот я надеюсь, что наши два города будут взаимодействовать. Мы родные и будем работать.